Девушки отдыхают В 70-х годах Советский Союз был одной из самых безопасных стран в мире. По темпу роста преступности мы значительно отставали от загнивающего Запада. В стране Советов ничего не знали о наркокартелях и киллерах, но были и здесь свои таланты – мошенники и аферисты, карманники и медвежатники. Сергей Мадуев. Это имя, пожалуй, известно многим жителям нашей страны, особенно тем, кто, как и я, достигли совершеннолетия еще в Советском Союзе. Преступник, рецидивист, убийца, которого называли Робин Гудом, джентльменом и романтиком. Был даже фильм такой, если помните, «Тюремный романс». Там Мадуева играл Александр Абдулов. Прекрасный актер, кумир миллионов, красавец, сердцеед. Но те, кто знал Сергея Мадуева в реальной жизни, кто встречался с ним, говорят, что даже Александр Абдулов не смог передать то обаяние и какую-то внутреннюю энергетику, которой обладал реальный преступник. Я думаю, что здесь немножко сказывается наш российский, именно российский, не русский, а российский менталитет. В общем-то, если мы вспомним сказки, вспомним старые народные песни, ведь очень много их идет про разбойников, именно про разбойников. Как среди лесов дремучих разбойнички идут, и как, в общем-то... Ну и всегда русский народ, российский народ, всегда с неким таким... Ну, если не одобрением, то, по крайней мере, с жалостью относился к людям, которые отбывают наказание. Мадуев родился в советском Казахстане в 1956 году. В эпоху Сталина Казахстан стал местом ссылки для многих депортированных народов. Сережа Мадуев, или, как его тогда звали, Али, был сыном чеченца и кореянки. Важно уточнить, и само место, где мальчик появился на свет, это было специальное поселение для преступников. Мадуев-старший, отец Сережи, попал туда за сопротивление при депортации, а мать была осуждена за спекуляцию. Мадуев – это, в общем-то, человек, скажем так, несмотря на то, что он был преступник, был бандит, причем бандит жесткий, жестокий. Это совершенно несчастный человек, человек, который в 6 лет, которого мама посылала продавать Анашу. В 7-8 лет он вынужден был воровать, чтобы как-то подкормить младших брата и сестру. Он всегда говорил, что детства у меня не было. И он действительно, он, правда, из ворованных денег, из награбленных денег, но он детишкам, чужим детишкам покупал какие-то сладости. У него с детства осталась светлая память только об одном хорошем человеке. Это учительница, которая была у него до 13 лет. В поселке Валиханово, Карагандинской области Казахстана, мы видели этот поселок, этот поселок даже в 90-х годах выглядел страшно. Я представляю, каким этот поселок был в начале 60-х годов, когда Амадуев со своей матерью-пьяницей жил там. Своим родителям Сережа был не нужен. Его воспитателем стала улица. Кормил себя он сам, пытался помогать маленьким сестре и брату. С шести лет начал воровать, стоял на стреме, пока его друзья, такие же мальчишки, ненужные ни родителям, ни стране, вскрывали подсобки местных магазинов. В общем, ухудшали статистику преступлений. Я когда учился, в основном, я помню, что жил в детстве своем. Отберу кого-нибудь в лесодиан. Нету своего, где мне не брать, все катаются, а не катались. Я подоградую. Ну так, не совсем, а так, покатаюсь, я отдам. А мать его летит. Она, ты туда-сюда, с такой ворк, радун, там, и поперла, поперла. Вот и сам им только зло сварабатывает. Я подумал, что всех курильников. Передавлю, не то, что они мне нужны, а так, вот, передавлю, и все, и... Или просто был там, подопротив, сарай. Вот, там одно изжег, там два поросенка было, 30, 30, 30, там, куриль. Я по-своему, сила, как мне еще не ссор. В конце 50-х годов, когда Мадуев появился на свет, в СССР была объявлена война с преступностью. Сейчас многие вспоминают жизнь в те времена, как спокойную и радостную. Но именно в то спокойное время беспризорный подросток Сережа Мадуев выбрала ремесло вора и налетчика. Так родился последний бандит Советского Союза. Приговор суда он услышит в 1995 году. Уже совсем в другой стране. Первый свой срок Сергей Мадуев получил в 1974 году за соучастие в кражах и грабежах. Пройдя непростую тюремную школу жизни, он вышел через 6 лет и тут же занялся разбоем. Уехав вместе с младшим братом из Казахстана, Мадуев стал колесить по всему Советскому Союзу, оставляя после себя разграбленные квартиры ненавистных ему номенклатурщиков. Чаще всего он выбирал в качестве жертв тех, чьи средства были, по его мнению, нажиты нечестным путем. Сами же поражают спекуляцию, коррупцию. Да и нас они поражают, кто нас поражает, общество нас поражает. Да хвои общества, вот такие, когда они поражают. Спустя год Робин Гуд от криминала попал в руки правоохранительных органов и был осужден уже на 15 лет. Он был направлен в Талды-Курган, в колонию, где содержались матерые уголовники. Однако Мадуев сумел выжить и там, сбежав оттуда при первой же возможности. Он помогал администрации, в частности, был такой случай, когда он администрации сдал побег, причем серьезный побег с подкопом, все. Он сам должен был участвовать в этом побеге, он этот побег сдал. Почему он сбежал, он нам так и не рассказал. Мы искали, может быть, он совершил какое-то тяжкое преступление. Нет, нераскрытых тяжких преступлений не было. Может быть, что-то еще. Скорее всего, ему кто-то за что-то пригрозил. Не исключено, что вот за тот побег, который он сдал. Потому что, ну, других оснований ему сбежать, сбегать не было. Первое после побега нападения Мадуев совершил вскоре после Нового года. 4 января 89-го в небольшом городке Боготол, недалеко от Красноярска. Расчет был верен. Хозяева, семья Овчаренко, нагулявшиеся после праздников, должны были мирно спать. И кражу можно было совершить тихо и незаметно. Однако Мадуев просчитался. Он и представить себе не мог, что хозяйка дома отправится вечером в парикмахерскую. Она вернулась в самый неподходящий момент. Кража превратилась в ограбление. Тихо! Тихо! Убью! Снял! Руки поднял! Помощники себе он взял молодого парня Сашу Приходько, приехавшего в Боготол к родственникам на каникулы. Когда к секретарю райкома Овчаренко приехала милиция, и хозяева подсчитали убыток, он составил 3140 рублей. Немалые по тем временам деньги, если учитывать, что средняя зарплата по стране равнялась 110 рублям. Например, хлеб можно было купить за 13 копеек. Это батон белого. Черный за 18. Просто так, для сравнения. Что можно было приобрести на 3140 рублей в то время? Машину. Автомобиль «Запорожец». Он стоил 3500. Чуть больше, чем украденная у Овчаренко сумма. Сергею Мадуеву машина была не нужна. Он предпочитал такси. В тюремном мире у него даже кличка была особая – «Червонец». Потому что с таксистами он всегда расплачивался 10-рублевой бумажкой. И не брал с дачи, даже если стоимость поездки равнялась паре рублей. От неуловимого преступника и его подельников страдало все больше людей. Только за несколько месяцев Мадуев совершил более 50 краж. Волна грабежей прокатилась по всему Советскому Союзу. Следователи сбились с ног. Во всех преступлениях было несколько общих черт. Во-первых, лидер банды, стройный и высокий, с красивыми глазами и широким лбом, нижняя часть его лица все время была чем-то прикрыта. Во-вторых, действовали всегда по наводке. Бандиты прекрасно ориентировались в ограбленных домах и знали, что надо брать. В-третьих, особая элегантность главаря, который часто обращался к потерпевшим на «вы», вел философские беседы, шутил. Он отличался чем, что он никогда не жил, не останавливался ни на каких новоросских малинах. Он умел хорошо, красиво, обаятельно говорить. У Мадуева на видимых частях тела не было, хотя он практически полжизни отсидел, у него не было ни одной наколки. У него была единственная наколка на теле, где-то на левом, по-моему, плече. И наколка была такого любопытного текста. «Полюбишь меня, погубишь себя». «Полюбишь меня, погубишь себя». Он любил хорошо одеваться, и одевался всегда хорошо. И даже когда находился в камере, он всегда, всегда выглядел хорошо. Мы его вызывали на допрос, и он всегда выглядел хорошо. И когда он сидел в одиночной камере после нескольких попыток победы, то есть ему там вряд ли можно было от кого-то что-то взять, он всегда все равно, он всегда приходил чистым, хорошо, выбритым. Он любил хороший образ жизни, он очень любил ходить в рестораны. Он очень любил хорошо. Мне кажется, что он старался дополучить то, чего он недополучил в детстве. Все голодные сидят. Не, как все. Я голодный не сидел. Вот вы голодные сидите, а у нас получка забота воскресенье на вашу 400 рублей. Вот эти 400 рублей стоят. Ну, какой работяга можете взять? Астра, какая-то 3 рубля стоит на рынке, нету, нигде. Работяга, разве возьмет, но 200 рублей он получает, от рубля Астра, разве он будет брать? Да, в облике Мадуева был особый шарм. Кто знает, как сложилась бы его жизнь, если бы мать не пила и уделяла сыну хоть немного внимания. Он мог стать ученым, политиком или актером. Вашистский Союз, вот эти слова, вот наши государства с того времени, я плохо переношел. У меня с этим словом связано много личного. И только плохое. Хорошего ничего нет. По крайней мере, я счастлив, что перед возрождающей Россией я чист. Я себя считаю чистым. Если бы были вот эти времена, в те времена, когда я гулял, возможно, я здесь не сидел бы. Потому что счастлив, чтобы представлены все возможности. Мадуев много читал. Обожал классику. Великолепно играл в шахматы. Не употреблял спиртное и, значит, всегда действовал на трезвую голову. Он умел невероятно тонко чувствовать людей, был хорошим психологом. Играл он в основном для самого себя. Любил изображать Робин Гуда. Однажды после кражи в Подмосковье даже вызвал скорую помощь некоему Реброву, которого сам же и довел до сердечного приступа. Другой раз вернул часть награбленного беременной женщине. Я преступник, да, я в корне, в смысле, если в корне, да, я преступник. Но я таких преступников, которые в поезде, автобусе, я хулигана могу остановить, если он распоясался. Остановлю всегда, могу защитить женщину. Он любил подобные жесты, а не придавали его действиям налет благородства. Столько талантов было потеряно и пущено на неподходящее дело. В этом, на мой взгляд, основная трагедия Сергея Мадуева. Однако я не собираюсь идеализировать преступника. Нет, Мадуев был жестоким человеком. Психологи относили его к разряду социопатов, людей, не признающих нравственные ценности и исходящих только из собственного расчета. Ему ничего не стоило убить человека. Да, жестокий человек, грабил, да, жестокий, жестокий нет. Жестокий, ну, а что делать? Я на сегодняшний день не издевался. Справлял. Два раза. Ну, если она не орала, я бы ее, я бы в жопу не мыслили. А где называть 134 тысячи интересные? Что ей Бог поставил? Или кто-то в Канаде живет? Мадуев в Ленинграде, на Васильевском острове, днем, он зашел в кафе, зашел, как говорит, пообедать. Ему сделал замечание швейцар. Фамилия швейцара, по-моему, Лютвинский. Раз огрызнулся, второй раз огрызнулся. А тот просто на него, чего он к нему пристал, к Мадуеву. Мадуев, в общем-то, вел себя всегда более-менее прилично. И там, как нам свидетели рассказали, оснований для конфликта не было. Ну, и когда литвинский швейцар совсем уж разошелся, Мадуев дождался окончания очередной его словесной тирады, потом спросил, все у тебя, все. Достал наган, из нагана в него то ли два, то ли три раза выстрелил, в общем, застрелил на месте. Потом у людей, которые могли видеть, спросил, ну, что, все видели? Все слышали? Больше ни у кого нет ничего добавить? Ну, тогда я пошел. Мадуев и его напарник Роман Чернышев грабили дом семьи Шалумовых в Ростовской области. Хозяин дома попытался позвать на помощь. И Мадуев был вынужден застрелить его. Чтобы не оставлять свидетелей, Чернышев задушил жену убитого. А чтобы скрыть следы преступления, налетчики решили поджечь дом. В огне погиб новорожденный малыш, оставленный Мадуевым в кроватке. Позже на допросах Мадуев утверждал, что поджог совершил Чернышев. А сам он понятия не имел о ребенке и никогда бы не посмел отнять у него жизнь. Когда пожарные, наконец, потушили дом, из обгоревшего тела Шалумова была извлечена пуля от пистолета чешско-зброевка. Калибра 9 миллиметров. Это довольно редкое для Советского Союза оружие. Мадуев часто пускал его в ход. Обычно он палил в потолок или стены, чтобы запугать своих жертв. Остатки этих пуль стекались со всей страны во всесоюзную пуле-гильзотеку в Москве. Именно ее заключение и позволило объединить все эти нападения в одно дело. Чешску-зброевку Мадуев нам сказал, но мы это уже проверить не могли, что он смог купить в Ростовской области. Но мы не только не смогли это проверить, мы даже эту чешску-зброевку не нашли, потому что после ростовских эпизодов, после Каменско-Шахтинского, после того, как была сожжена семья Шалумовых, эта чешско-зброевка растворилась. Тот наган, знаменитый, который далее проходит и который с ним все время гуляет по делу, этот наган он купил в Ленинградской области у Черных Копателей. Там до сих пор еще отыскивают оружие. Этот наган был в очень неплохом состоянии. А если учесть, что Мадуев попросил ему на конце ствола сделали нарезку, и он туда прикручивал самодельный глушитель. А глушитель – это такая небольшая трубка, в которую забивался поролон. И глушитель этот срабатывал, срабатывал довольно… Эксперты показывали, что довольно тихо этот стрелял нагар. Откуда Мадуев получал информацию о будущих жертвах? Он часто крутился среди спекулянтов, выискивал богатых скупщиков и продавцов. Их жен, весьма богатых дамочек, можно было узнать даже по запаху. В советское время выбор духов был ограничен. Тем более духов иностранных. Да, в начале 70-х в свободной продаже вдруг неожиданно появились клема и фиржи. Два вида французских духов. Кто их выбирал для нашего рынка и по какому принципу, неизвестно. Флакон стоил 25 рублей. Это были духи, на которые могла накопить любая советская труженица. И продавались они в обычном универмаге. А вот в знаменитых магазинах «Березка» ассортимент был совершенно иной. Там можно было приобрести, например, «Шанель номер 5». И этот аромат был символом уже совершенно иного достатка. Ну, вы же видите, мой дорогой, это настоящая Мадонна конца века. А вы предлагаете мне за нее сущие копейки. Анна Михайловна, не те времена, а сейчас. Люди перестали ценить красоту. Вы посмотрите, что они ставят себе в гостиную. Типовую чешскую стенку. Где фамильная дубовая мебель? Где венские стульчики? Все на помойке. А вы говорите, Мадонна. Анна Михайловна Юрьева, жительница Ленинграда, происходила из дворянской семьи. Она привыкла жить ни в чем себе не отказывая, держать прислугу и чувствовать себя частью той петроградской элиты, которая исчезла с приходом большевиков. Анна Михайловна понемногу распродавала семейные драгоценности, делая это тихо и общаясь только с постоянными покупателями. Милочка, принесите нам еще чайку, пожалуйста. Все быстро, ребята. Пошло туда. Не знала Анна Михайловна того, что одна из ее богатых клиенток по фамилии Варламова недавно познакомилась с молодым и красивым парнем с необычными чертами лица, то ли кавказскими, то ли корейскими. Эта самая Варламова уже успела легкомысленно проболтаться про свою состоятельную знакомую. Неудивительно, что в скором времени Мадуев и его подельник объявились на пороге квартиры Анны Михайловны Юрьевой. Анна Михайловна умерла в больнице спустя два месяца. Из ее тела извлекли пулю с заводским номером 31943. Поняв, что слишком наследил со своим предыдущим револьвером, Мадуев сменил оружие. Вместо чешской сброевки он теперь пользовался наганом калибра 7,62 мм. Более того, в квартире Варламовой были обнаружены отпечатки пальцев Мадуева-червонца. Был готов и фоторобот преступника. Долгое время вообще не могли вычислить, кто же это такой. У него была кличка Червонец, кличка довольно редкая. Эта кличка там, 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 там светилась, а уголовный розыск, он же между собой контактирует. Потом с ним засвечивались часто одни и те же люди. В Ташкенте во время плохо подготовленной кражи был ранен напарник Мадуева Роман Чернышев. Тогда Червонец, просчитав последствия, убил сына хозяина дома, а затем и раненого Чернышева. Об этом у них с Чернышевым была договоренность. После этого Мадуев, не подозревающий о том, что за ним уже ведется наблюдение, купил билет на поезд до Москвы. Ташкент был буквально наводнен сотрудниками правоохранительных органов. Пути отхода были перекрыты. Его схватили в купе. Оперативники обыскали Мадуева, изъяли наган, но проглядели гранату, спрятанную во внутреннем кармане его пиджака. Когда один из милиционеров сковал себя и Мадуева наручниками, преступник неожиданно достал гранату, зубами вытащил чеку и пригрозил, что взорвет себя и всю группу, если ему не выдадут машину и деньги. А в это время специалисты готовили операцию по обезвреживанию особо опасного преступника. Было решено. В руку Мадуева выстрелит снайпер, расположившийся снаружи здания. Снайпер попал в мизинец. Выпавшая граната покатилась в сторону милицейского начальства. Все попадали на пол, но взрыва не произошло. Граната оказалась учебной, о чем сам преступник не подозревал. Ему продали четыре боевых гранаты, но ржавых, и пятую гранату учебную. И вот эта учебная граната, а он ее считал боевой, а положил себе в карман, потому что она новенькая была, красивая такая, зелененькая. Вот. Он разобиделся на людей, кто ему продали гранату, недействующую. Он сдал их, и они сразу же были под Ленинградом задержаны и рассказали о том, что действительно продали ему вот это оружие. Мадуева отправили в Ленинградские кресты. Ему было предъявлено обвинение в совершении 62 преступлений, 10 из которых составляли убийство. Дело Мадуева вела бригада под руководством следователя по особо важным делам при генеральном прокуроре Советского Союза Леонида Прошкина. Казалось бы, все, опасный преступник пойман и уж точно не сбежит из одной из самых охраняемых тюрем. Но Мадуев недаром прославился на всю страну, если не на весь мир, как хитроумный манипулятор. Он понимал, что его ждет смертная казнь. Ее надо было как-то отсрочить. Страха, когда ожидающий меня, тоже нет Ленинград. Есть чувство, к сожалению, что он не так что-то делал. А страха нет. Все мы с ней, я когда, я должен умереть, вы, все мы умеем. Это естественный конец. Охота жить на красный сужденач, что ты делаешь. Бог дал, Бог взял. Преступник решил запутать и тем самым затянуть следствие. Он брал на себя чужие преступления, менял свои показания, рассказывал небылицы. Количество томов дела росло в геометрической прогрессии. Уголовное дело Мадуева, оно было достаточно, скажем так, сложным и трудоемким. И во многом по той причине, что по существу-то у него преступления были и по всей стране. Как я говорил, обычно от Владивостока до Вильнюса. Вообще, за время моей следственной практики, а на следствие я отработал 27 лет, я понял, что с умными, обвиняемыми, работать намного легче, чем с дураками. И умный человек, умного человека можно убедить и рассказать правду, можно его на какой-то налогике поймать, можно налогике его. С Мадуевым у нас практически так и происходило. Я вас как человека могу уважать. Ну, как представить дела, вас и вы мой враг. Враг номер один. Я понимаю, что вы исполнитель, что вы делаете свое дело, что мы, как и по своему эффекту, не заработаем. Но все равно вы представляете мне самое лучшее государство. Ну, а потом случилось то, что обсуждала вся страна в течение многих лет. Мадуев нашел, наконец, человека, который не просто поддался его обаянию, но и готов был ради него рискнуть всем. Это была следователь Наталья Воронцова. Единственная женщина-следователь по особо важным делам в бригаде Прошкина. Многие потом говорили, ну, влюбилась, такое бывает. Женщина, что с нее возьмешь? Тем более Мадуев умел вскружить голову любой. Но я хочу, чтобы вы представили себе эту женщину. Она была умной, очень образованной, интеллигентной. В Советском Союзе женщин в прокуратуре было невероятно мало. Ей стоило огромного труда добиться тех карьерных высот, с которых ее скинул роман с Сергеем Мадуевым. Начались проблемы, когда мы начали готовить и предъявлять ему конечное обвинение. А конечное обвинение готовила и писала начальник штаба следственной группы, которую я возглавлял Воронцова Наталья. Это она была вначале следователем в Петербурге, а потом была переведена в Генеральную прокуратуру СССР. Там было создано большое управление следователей, когда вот начали всякие узбекские и прочие дела. Вот она была переведена в тот отдел. И она в этой группе, она была у меня начальником штаба. Мадуев был безумно обаятелен. На допросы всегда приходил в костюме, шутил, улыбался. Был легок в общении. При этом он оставался тем, кем был. Ребенком улиц, никогда ничему не учившимся, не очень эрудированным. Но его мужское обаяние и природный ум были настолько сильны, что Наталья Воронцова влюбилась в него без памяти. Чем он и воспользовался. Он уговорил ее раздобыть для него оружие и небольшую сумму денег для побега. Здравствуйте. Жалобы есть? Нет. Мы передаем дело в суд. Сначала Наталья Воронцова хотела раздобыть оружие на стороне, но побоялась связываться с преступниками. Тогда она решилась на отчаянный шаг. Забрала Наган Мадуева из сейфа с вещественными доказательствами. Я принесла то, что ты просил. Хорошо. Следователь обрекала себя практически на неминуемые разоблачения. При любом исходе побега, даже при условии, что Мадуев ни разу бы не выстрелил в воздух, пропажа обнаружилась бы, и Воронцова попала бы под подозрение. Продолжение следует... Продолжение следует... Мадуева задержали при попытке побега. При нем обнаружили револьвер системы «Наган» калибра 7,62 с заводским номером 31943. Мадуев ранил из него майора Егорова, который, к счастью, выжил. Баллистическая экспертиза извлеченной пули подтвердила, «Наган» был тот самый, который хранился в сейфе вещдоков. Вы знаете, вообще, то, что произошло с Мадуевым и Воронцовой, для меня это, конечно, было ЧП, это, наверное, на всю жизнь не останется, но я могу сказать так, что тогда, в мае 1991 года, я за три дня... Вот я никогда не верил, что можно за короткое время стать седями. Тогда вся седина, что у меня до сих пор в волосах есть, это была получена мной вот за три дня после этого события. Мне плохо с сердцем стало, потому что из моего сейфа ушел ствол, ушел ствол в кресты, в следственный изолятор, один из самых таких серьезных следственных изоляторов страны, и там бандит начал из него стрелять. И расследование вот этого факта ухода ствола было поручено комитетчикам. Я знаю, что в числе, в общем-то, подозреваемых, или, может быть, проверяемых, наверное, так-то с ней сказать, был и я. Единственное, меня сразу из этого списка исключили, потому что с января месяца и до 5 мая 1991 года я в Питере просто не был. То есть я никак не мог передать Мадуеву этот пистолет. Мадуев был загнан в угол. Если раньше смертная казнь казалась чем-то не вполне реальным, то теперь, после того, как он ранил майора Егорова, она становилась весьма очевидным исходом этого дела. Ему надо было придумать новую тактику защиты. Для начала он предложил следователям сделку. Он будет сливать им все каналы поставки оружия и наркотиков из-за границы, а они забудут про смертную казнь. Когда эта попытка не удалась, он начал оговаривать следователей, которые с ним работали, обвиняя их в том, что именно они передали ему оружие. Обвиняя следователя по особо важным делам Валерия Рябинина, Мадуев выглядел абсолютно искренним и невозмутимым. Точно так же невозмутимо Мадуев выдал и свою сообщницу Воронцову. Ключи от сейфа были только у следователя, милицейского следователя Рябинина, поскольку у Воронцова большую часть времени все же находилась в Москве. А у меня в группе был милицейский следователь Рябинин, что Рябинина подозревают, что это он передал, а Рябинин сказал, что он эти ключи давал Воронцовой, которая приезжала, которой нужно было взять оттуда какие-то документы. Ну, в общем, вот такая чехожа. Сергею Мадуеву было нечего терять. Естественно, он, не задумываясь, согласился на жестокое, но необходимое предложение сотрудников КГБ – снять скрытой камерой допрос, который должна была провести Воронцова. Запись выдала Наталью Воронцову с головой. При этом во время допроса Мадуев ничем не показал, что знает о кинокамере. Он был мил, трогателен, нежно держал влюбленную в него женщину за руку, целовал, в общем, бессовестно тянул ее за собой. Когда Наталье Леонидовне показали запись, она сразу же во всем созналась. И не потому, что бессмысленно было что-то отрицать, а потому, что ее сердце было разбито. Она сидела перед следователями и горько плакала. Ее слезы не высохли и на суде. Судье она говорила, что на преступление ее толкнуло чувство справедливости, что она просто не верила в виновность Мадуева. Воронцову получилось 7 лет. Пять лет она из них отсидела. Я, когда английское телевидение, йоркширское телевидение снимало документальный фильм о Мадуеве, я с ними ездил в колонию, где Воронцова сидела, там с ней встречался. Там она снова рассказала, что передала, как передала и почему передала. Она, в общем-то, говорила и в фильме говорила, что, в общем-то, влюбилась в него. Причем в английском фильме, когда она это говорила, у нее такие были глаза, что ей хотелось верить. Вместе с тем, я разговаривал с Мадуевым на эту тему, почему же он, в общем-то, ее обманул, ее предал. Он сказал, что в конечном итоге у меня с ней, к ней, ничего, никаких чувств не было. Она мой враг. Но, кроме всего прочего, я через ее брата, вернее, мои люди через ее брата, для нее передали очень крупную сумму денег. Он называл тогда 350 тысяч рублей. Так какая любовь? О чем мы говорим? Любовь, любовь. Вы посмотрите на меня и на нее. Она, кроме личных делов, уголовного дела, она ничего не знает. Она эрудирует ровно настолько, чтобы вот уголовного тамала. Вот так с ней разговариваешь, она не может связать другу слову о личном, ну, в смысле, о какой-то жизни, о чем-то вообще постороннем. Вы понимаете, как уголовный дел? Да и вообще, и как женщина, и как женщина, она не прилипит мужчину. Она, может, любила, я не любила. Я ей не клялся любви. Наталья Воронцова разрушила жизнь себе, но Сергею Мадуеву она ее, безусловно, спасла. Попытка побега отодвинула суд еще на несколько лет. Его приговорили к двум высшим мерам наказания. Но когда Мадуев уже находился в камере смертников, Союз Советских Социалистических Республик прекратил свое существование, а в России был введен мораторий на смертную казнь. Расстрел заменили на пожизненное заключение. До суда Мадуев еще дважды пытался бежать. Один раз с пистолетом, слепленным им самим из хлеба, зато во второй раз пистолет был вполне настоящий, переданный им охранником. Позже охранник утверждал, что Мадуев его загипнотизировал. Обе попытки провалились. Находясь в тюрьме, он рассылал письма по всей России и странам СНГ в поисках родственников. Но никто из них так и не объявился. Человек, вряд ли способный любить, Сергей Мадуев остался совсем один. Свободы он тоже боялся. Его там ждали родные убитых им людей, обманутые им воры в законе, выданные им сообщники коллеги раненого майора Егорова. Зал суда охраняли более 20 автоматчиков. Слишком многие ненавидели везучего бандита-червонца. Руководство из статьями 301, 303, 312 УК РФ судебная коллегия приговорило Мадуева Сергея Александровича признать виновным в совершении преступления, предусмотренных статьями 77, 102 пунктами А, Б, Е, И и назначить ему наказание по статье 77 УК РФ в виде смертной казни с конфискацией имущества, по статье 102 пункта А, Б, Е УК РФ в виде смертной казни. Это не Робин Гуд, это далеко не Робин Гуд, но было в нем что-то и человеческое, и это был один из немногих обвиняемых, обвиняемых в уголовном преступлении, с которым, в общем-то, мне было не противно при встречах здороваться за руку. Это, кстати, достаточно серьезный аргумент, по крайней мере, для меня серьезный аргумент. Я 27 лет отработал на следствии и видел всяких. В общем-то, и мало с кем вот так, а с ним и за руку здоровались. Мне Мадуева было жалко тогда, причем, наверное, мне Мадуева жалче теперь. И мне Мадуева жалко было, когда шел суд. Мне Мадуева было жалко, когда провозглашался приговор. Мне действительно было жалко его, хотя я понимал, что Мадуев, ну, не может жить. Не мог жить и не может жить среди людей по той причине, что его, вот, человека, который в 6 лет продавал наркотики, которого в 11 лет мать уговаривала взять на себя убийство, который... первая его судимость была тоже, он по малолетке взял на себя чужие преступления, человека, который в колонии вынужден был, с одной стороны, защищаться, с другой стороны, сотрудничать с администрацией, чтобы выжить. Человек, которого в жизни, он сам сказал, меня жалел только один человек, эта вот учительница. Мне было его жалко, но жить он среди нас не смог, не смог. Может быть, теперь, вот, по теперешним временам, по теперешним сумасшедшим временам, может быть, и смог бы, а вот тогда вряд ли. Вряд ли, и все равно, где-то когда-то его бы застрелили. Тем более, мы знаем, что его приговорили за Лютвинского, вот за этого самого, за Швейцара, который Лютвинский якобы где-то с кем-то. У Мадуева были серьезные конфликты с ленинградской братвой. Нам было достоверно известно, что цыганский барон Ташкента, который он ограбил, при беседе сказал, что, вы знаете, а мы его приговорили. Редактор субтитров А.Семкин